На прошлой неделе мы рассказывали о премьере нового кроссовера от Alfa Romeo, который назвали Milano. Тогда мы отметили, что машина оказалась пусть и не слишком мощной и быстрой, зато стильной и харизматичной. Но за последнюю неделю кроссовер угодил в политический скандал и получил новое имя. Как так вышло? Дело в том, что еще в 2003 году власти Италии приняли закон, который требует, чтобы продукция, имеющая итальянские названия, производилась в Италии. Несложно предположить, что это было сделано прежде всего для защиты местной кулинарии сыров, колбас, вина, макарон и прочего. То есть итальянцы запретили называть моцареллой сыр, который сделали в Германии или в Польше. А вот теперь под этот закон впервые попал автомобиль. Дело в том, что новый кроссовер Alfa Romeo Milano будут производить в Польше, на заводе Stellantis в городе Тыхе. Поэтому министр промышленности Италии заявил, что компания Stellantis нарушает закон, так как дала кроссоверу итальянское имя Milano. Соответственно, министр потребовал, чтобы от этого имени отказались и дали машине другое, не итальянское. Автоконцерн решил не идти на конфликт и экстренно переименовал новую модель. Теперь кроссовер называется Alfa Romeo Junior. На самом деле причина всей этой истории политическая. Концерн Stellantis не в ладах с нынешним правительством Италии. Там хотят, чтобы итальянские машины обязательно собирались в Италии. А вот бизнес, как всегда, ищет варианты сократить расходы. Компания заявила, что если бы бывший Milano собирали в Италии, то он стоил бы на 10 тысяч евро дороже. А цена для него критически важный параметр, потому что это самая младшая модель. В ответ на это итальянские власти подложили самую большую свинью. Они промолчали, когда Alfa Romeo раскрыла название нового кроссовера в прошлом декабре. А теперь, когда машину представили официально, заявили о проблеме. И хотя в Alfa Romeo уверены, что они смогли бы отстоять свою правоту в суде и сохранить имя Milano, концерн Stellantis решил не ввязываться в эти дела и просто переименовать новую машину. Ну а мы получили любопытную историю, ведь такое случается очень редко.